В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Для оценки именно деятельности предыдущего главы мне понадобится определенное время. Глава города провел итоговую пресс-конференцию. Стать волшебником просто. Саров присоединился к благотворительной акции «Елка желаний». Ярко и сказочно. В парке имени Зерново установили новое световое оборудование. Далее расскажем обо всем подробно. О жизни и о работе. Глава города провел традиционную встречу с саровскими журналистами. В должность Алексея Сафонов всего полтора месяца, а отвечать пришлось за весь год. Представителей СМИ интересовали принято решение по отмене концессии Горводоканала, мусорной реформы и развитии города в целом. В предыдущих концессионных соглашениях были заложены существенные риски. Именно это и стало причиной их отмены. С таким заявлением в ходе пресс-конференции выступил глава города Алексей Сафонов. По словам Алексея Александровича, вступив в должность, он вместе с коллегами еще раз внимательно проанализировал все документы, касающиеся концессии Горводоканала. И пришел к выводу, что начинать столь сложный проект с ошибок нельзя. У некоторых моментов был риск так называемого обжалования или претензии. И мы понимали, что пропустив эти риски или допустив, скажем так, не обратив на них внимания, мы понимали, что через год, через два, может быть через три будет подан протест, будет подана жалоба в ту или иную структуру. И мы, по сути, окажемся в ситуации, когда мы и начать-то не успели, а пора уже заканчивать. Алексей Сафонов отдельно подчеркнул, что его решение не было спонтанным. Концессионное соглашение – документ трехсторонний. И перед тем, как отменить предыдущие формулировки, глава города донес свою позицию до всех участников процесса. Это не было удивлением для правительства Нижегородской области, для губернатора. Это мое решение. То есть это абсолютно взвешенный, продуманный подход. И они согласились, что такие сложные вопросы надо решать исключительно в мероприятиях совместно. То же самое, такие же мероприятия были проведены с ядерным центром. Мы также объяснили им свою позицию, они увидели наши риски, тоже согласились. И по большому счету такая же процедура была проведена с Росатомом. Другим важным моментом, на котором в ходе своей пресс-конференции остановился Алексей Сафонов, стало пространственное развитие Сарова. По словам главы города, недавний визит президента придал этой теме новый импульс. И пока власти прорабатывают закон о федеральных территориях, администрация уже готовит свои предложения по расширению границ Сарова. Проект очень серьезный, очень большой. Он охватывает горизонты не то, что ближайших 10 лет, мы говорим уже о горизонтах ближайших 50 лет. Предварительная идея заключается в том, что производственные участки, участки филиала МГУ будут располагаться на территории технопарка. На текущем этапе нашей оценки ситуации, что северную территорию мы планируем отдать под развитие жилищного строительства. В числе первоочередных проблем, которые вызывают обеспокоенность жителей, Алексей Сафонов отметил освещенность дорожной сети и дворовых территорий, а также вывоз мусора. Идут активные переговоры с мусорным оператором в плане того, что деятельность, которую они ведут на территории города, не в полной мере удовлетворяет наших жителей. Мы надеемся, что нас слышат, непростая ситуация, но тем не менее движение в этом направлении тоже есть. Не обошел вниманием Алексей Сафонов и насущный для этого времени года вопрос уборки города. Глава сообщил журналистам, что лично посетил дорожное эксплуатационное предприятие, где пообщался с руководством и коллективом. Алексей Сафонов честно признал, что ДЭП находится в непростой финансовой ситуации, но выразил уверенность, что ее удастся преодолеть. Часть функций предприятия переведено в ручной режим от администрации для того, чтобы не допустить на текущем этапе серьезных ошибок, что позволит, мы надеемся, что позволит вытащить предприятие на нормальный работоспособный уровень. Есть сложности с персоналом, есть сложности с техникой, мы это признаем. Понятно, что будут жалобы от наших граждан, но тем не менее наша задача сейчас, во-первых, обеспечить жителей города данной услугой, а второе, все-таки сохранить это предприятие для муниципалитета. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Впервые за пять дней суточный прирост заболевших оказался ниже 28 тысяч человек. За минувшие сутки в России выявили 27 787 случаев заражения коронавирусом. Это почти на 500 меньше, чем днем ранее. У 13,5% вновь заболевших нет никаких симптомов заболевания. Ни одного нового случая заражения не зафиксировано на Чукотке. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 3 миллиона 78 тысяч случаев COVID-19. В Нижегородской области статистику больных коронавирусом пополнили 502 человека. Также в сводку зараженных попали 147 саровчан, у которых тест на коронавирус был положительным. Вода на пруду Боровом промерзла на 41 сантиметр, на реке Сатис на 39. На саровке лед не удалось измерить, там он очень тонкий. Об этом сообщает департамент городского хозяйства. Специалисты советуют быть внимательными и рекомендуют соблюдать максимальную осторожность при выходе на лед. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Весной следующего года в школах появится новая должность. Советник директора по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тысяч рублей. Новые специалисты приступят к работе в учебных заведениях в 10 пилотных регионах уже с 1 марта. Советники будут заниматься организацией воспитательной работы и взаимодействием между школами и другими образовательными организациями. В Нижегородской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия». К участию приглашают жителей региона в возрасте от 7 до 30 лет. Творческие работы принимают в двух номинациях – «Литература», «Сочинение рассказа или эссе» и «Мультимедиа», «Презентация или видеофильм». Проект «Профтренд» Дворца детского творчества города Сарова занял третье место в конкурсе лидерских практик в области профориентационной и образовательной деятельности в городах присутствия госкорпорации «Росатом». Напомним, это совместный проект педагогов Дворца детского творчества и Российского федерального ядерного центра в НЕФ. Первые занятия со старшеклассниками прошли в 2016 году. Сходил в гости, лишился телефона и денег. Распитие спиртных напитков в компании знакомых и малознакомых людей закончилось злосоровчане не только похмельем, но и материальным ущербом. Во время застолья у него пропали 20 тысяч рублей и телефон. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Беспечность хозяев сыграла на руку злоумышленникам. Жильцы одной из квартир на переулке Северном-3 не закрыли входную дверь. Преступник незаметно зашел в квартиру и украл вещи. Неизвестный, открыв входную дверь квартиры, похитил лежащую на полке сумку, а также куртку и скрылся. Дверь была не заперта, а заявители и члены его семьи находились в квартире на данный момент. Пока по данному факту лицо не установлено, возбуждено уголовное дело по пункту А, части 3, ст. 158 УК «Кража». На пешеходном переходе по улице Силкина пенсионер сбил 10-летнюю девочку. При допустимой скорости автомобиля и достаточно освещенной дороги мужчина не заметил ребенка. Девочка 2010 года рождения получила телесное повреждение в виде закрытого перелома левой бедренной кости, нижней трети со смещением. И после осмотра врачом была госпитализирована в хирургическое отделение КБ-50. По словам начальника ГИБДД, мужчина с положительной водительской историей. Что его отвлекло и почему он не увидел пешехода, теперь будут разбираться сотрудники госавтоинспекции. В сетевом магазине другой саровчанин украл алкоголь и продукты на сумму более 2100 рублей. Директор организации обратился в полицию. Правоохранители изучили записи с камеры, нашли вора. Сотрудниками МОУ МВД России по Затусуров был установлен саровчанин, ранее судимый за аналогичные преступления. По камерам видеонаблюдения было явно видно его внешний облик и лицо. То есть маска не смогла в этот момент защитить преступника. С 30 декабря и все новогодние праздники сотрудники ГИБДД будут проводить операцию «Нетрезвый водитель». Госавтоинспекторы напоминают, что безопасность водителей и пешеходов зависит от их сознательности и соблюдения правил на дорогах. Они стали волшебниками, чтобы подарить детям радость. Представители городской думы, администрации и ядерного центра приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний». В преддверии самого сказочного праздника они станут теми волшебниками, которые исполнят заветные мечты юных саровчан. Подробности смотрите в следующем репортаже. Стать Деда Морозом и исполнить чью-то заветную мечту – такую возможность дает акция «Елка желаний». В России она проходит уже в третий раз. Саров присоединился к акции впервые. Суть проста – дети из малообеспеченных семей загадывают, чего бы они хотели получить на Новый год. А взрослые, готовые дарить радость и счастье, эти желания исполняют. В Сарове свои мечты на «Елке» оставили дети из 19 семей. Все мы немножко мечтаем. У детей мечты такие простые, может быть, они хотят какой-то подарок, у взрослых они сложнее. Но всем очень приятно, когда эти мечты сбываются. И когда мы вот в эти предновогодние дни можем сделать для ребенка какое-то маленькое чудо, исполнить его мечту, подарить тот подарок, который ему действительно хочется. Это очень приятно, и это делает наш мир немножко лучше. Лыжи, самокат, ноутбук, коньки и многое другое просили ребята у Деда Мороза. Чтобы превратиться в зимних волшебников, сотрудники администрации, представители ВНИЭФ, депутаты и бизнесмены срывали с елки специальные шары и узнавали о заветных желаниях детей. А потом эти мечты исполняли. Нам достался подарок, ноутбук для девочки. В ближайшее время, конечно, попробуем заказать. Надеюсь, этот подарок будет очень полезным для развития хорошего ребенка, он пригодится и в жизни. Деды Морозы акции пообещали, что к Новому году подарки найдут своих хозяев. Карета для Золушки, морозные узоры и 20-метровая елка. В парке имени Зернова к праздникам установили новые световые украшения. Новогоднее дерево украсили игрушками участников конкурса «Подарок для елки». На набережной Сатиса оборудовали две световые фотозоны. Подробности смотрите в следующем репортаже. Парк Зернова готовится к встрече Нового года. Окунуться в сказочную атмосферу саровчанам поможет праздничная иллюминация. Парк уже сейчас приветливо встречает гостей мерцанием ярких огоньков. У нас уже прошло оформление. Созданы праздничные две аллеи. Одна аллея от Театрального съезда и к улице Зернова. И следующая аллея от проспекта Мозруково и по направлению к пойме реки Сатис. На ней разместились сказочные морозные узоры в виде световых консолей на световых опорах, ведущих на этих аллеях. Здесь можно заглянуть в новогодний подарок Дедушке Мороза, посидеть в карете Золушки и сделать пару новогодних снимков в двух специально оборудованных фотозонах. Уже иллюминированный фонарь желаний и ротонда. И украшение парка продолжается. К Новому году здесь появятся две арки желаний у поймы реки Сатис. В центре установят большую ель. Другую новогоднюю красавицу украсят работами, которые горожане представили на конкурс «Подарок для елки». Первоначально мы планировали разместить их на центральной елке, которая разместится в центре парка. Но так как работ очень много и мы не стали выделять отдельные работы для оформления, мы их абсолютно разместим все. Мы выбрали на детской площадке большую ель, которая растет у нас 25 метров. И на эту ель мы разместим эти работы. То есть еще одна елка будет украшена в парке. Также в детском парке появится живая иллюминированная ель, которая будет создавать новогоднее настроение в старой части города. С 30 декабря по 10 января из радиооповещателей будут звучать новогодние мелодии. Туда войдут 220 треков, которые будут сменять друг друга. Естественно, это будет музыка о зиме, о Рождестве и о новом наступающем 2021 годе. Мы надеемся, что следующий год нам принесет больше удач, больше побед, здоровья и все будет хорошо. Иллюминация будет радовать саровчан до Старого Нового Года. Мы продолжаем знакомить вас с участниками конкурса «Елка-фест», который проводит Центр поддержки предпринимательства совместно с Ассоциацией промышленников и предпринимателей Сарова. Напоминаем, голосование проходит на странице Центра поддержки предпринимательства ВКонтакте. Ароматный кофе, вкусные десерты, горячий чай и теплая уютная атмосфера ждут вас в одной из старейших кофейн города – кофейной санате. Здесь не используют химические топпинги и искусственные добавки, а делают сиропы сами из натуральных продуктов. К Новому Году сотрудники на стене изобразили путь кофейного зернышка от дерева до чашки. Сначала была идея в том, чтобы нарисовать кофейное дерево, но вроде как Новый Год, дерево зеленое, красные ягодки – как украшение. Однако потом возникла идея, что никто не поймет. Мало кто знает, как выглядит кофейное дерево, поэтому мы нарисовали путь от ростка до чашки. Жемчужные новогодние атрибутики Антон Важаев считает маленькую елочку на ножках, которую смастерила постоянные гости кофейной санаты. Дорогие саровчане, год был интересный. Я думаю, дальше будет чуть полегче, однако не менее интересно. Желаю всем в Новом Году поменьше переживать о мелочах, побольше думать о главном и побольше вкусного кофе вам всем. Детские праздники, выпускные дни рождения, тематические вечеринки. Творческое объединение «Фиеста» создает праздник круглый год. Профессиональные аниматоры сделают ваше торжество незабываемым. К Новому Году сотрудники смастерили креативную елку с хромовыми шарами. Елку на самом деле мы оформляли шарами, не зная, как вообще ее оформить. Просто раздвинули ветки и стали крепить на нее шарики. И потом просто смотрели, приглядывались и, в общем, получилась у нас такая красавица. И хочется сказать, что в следующем году, если вы хотите такую же елку к себе домой, вы можете позвать нас и мы оформим вашу елочку примерно так же. Основной декоративный элемент фотозоны – воздушные шары. Ими украсили и фасад здания. Я хочу поздравить саровчан с наступающим 2021 годом. Пожелать вам здоровья, улыбок, терпения, любви, теплоты. И 2020 год для нас был непонятный, сложный. И поэтому хочется, чтобы наступающий год был лучше, веселее и, конечно же, жизнерадостней. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!